I have ways of blowing things up. Что я стал потихонечку забивать на такую вещь, как кольцевая. А это чревато. Я делаю какие-то смеженные станции. Пытаюсь что-то сделать. Мне нужно брать третью или четвертую линию. В зависимости от того, которые даются. И делать просто из них кольцевую. Чтобы они могли в ускоренном темпе развозить от дальних станций. Короче, надо будет попробовать это все в практику привести. Превоплотить, короче. В Осаку мы идем. Обычный, хоть не экстрим. Спасибо вам огромное. Ох, ты ж ё. Ха-ха-ха-ха. Это будет весело. И под весело, и подразумеваю страшно. Нам дается 4 тоннеля. А вот, кстати, с ходу... Можно через верх? Ну, раз туннель 1, тогда сразу сюда. Что-то как-то... Как-то что-то... Ну, допустим, фиолетовую попробуем пустить по левой стороне, голубую по правой. А красную что-то вроде кольцевую. Но мне кажется, что... Может быть, попробовать сделать, типа, большую и малую кольцевую? Если нам дадут еще одну линию, наверное, попробую взять. Но опять же, я сейчас буду гоняться за тоннелями, и... Мне кажется, что я где-то что-то провтыкаю из-за этого. Посмотрим. Так, суббота. Видите, красный ходит уже практически забитый. Я сейчас, скорее всего, новый локомотив поставлю на красную ветку. Смотрите, как крестики добираются с двумя пересадками, блин. Ёлки-палки. И вот опять... Сейчас из-за крестиков у меня начнется коллапс. Давайте... Так, тут еще один тоннель. А ты будешь идти вот сюда. Да. Да. Давайте тогда так и сделаем. На красную у нас сейчас нет поезда. Давайте на красную, на кольцевую ставим скоростной. На фиолетовую у нас будет ездить пока что два. А консен у нас... Блин, у меня... Он у нас тоже столько же, шесть человек забирает. Просто он скоростной. В принципе, хорошо. Меня устраивает. Это пока что звучит очень удобно. Знаете, это был отличный совет. Спасибо. А почему фиолетовый стоит? А, потому что он в эту же сторону. Я понял. Это мой косяк был. Надо было их немножечко в разном этом запустить. Нет, ты че сделал вообще? По несуществующему тоннелю отправил чувака. Сейчас назад он пойдет по этому. Как мне поезд? Поезд можно как-то взять? Спасибо. Ты че делаешь, Таль? Ты сюда? Ты сюда? Ну отдайте поезд. Так, теперь... Ааааа... У меня три тоннеля осталось. Я из этого сделаю кольцевую, потому что иначе будет трындец. Сейчас еще один Сен-Консен и давайте вагон. Вот, теперь поезда будут ходить в две разные стороны, развозить. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, можно еще одну кинуть на голубую. Тогда знаете что? Какой смысл есть? Фиолетовую на красную? Фиолетовую на красную? Тебя сюда? И тебя сюда? Фиолетовая у нас большая, с уникальными станциями. Сюда проще закинуть Сен-Консен и. Аааа... Типа... Красную у нас будут обслуживать два простых. Раз уж я столько тоннелей на это потратил. И на красную можно, наверное, вагончик накинуть. Я не туда вагончик накинул. Так, хорошо, хорошо. У нас есть одна линия с кучей уникальных станций, но на ней у нас работают два скоростных поезда. Окей. Я себе сейчас сэкономлю еще один тоннель таким образом. Пойдем в обход. Я себе могу сэкономить два тоннеля, по сути. Нет. Да. Ха-ха-ха-ха. Ромбик. Вот так сделаем. То есть я очень сильно сейчас перегружаю фиолетовую ветку. Но у меня там работает, во-первых, два скоростных поезда. Во-вторых, я на них сейчас буду еще кидать вагон. Если мне сейчас опять будут кидать Сен-Консены... Да. Миночка, там предлагалось два локомотива вместо одного Сен-Консена. Ох, это же я. И еще один вагончик. Короче, я буду сейчас тогда на скоростные кидать вагоны, если получится. Так, у нас, возможно, будет проблема немножечко с голубой веткой. Я сейчас это вижу. Давайте я на него кину вагон. Потому что у меня нет обычного локомотива сейчас на выручку. Я ему просто дам увеличенную капасуфи, чтобы он мог перетаскивать. Добавим красным немножечко работы. У нас голубая пока что в форме буквы С некой такой. Так. Он поехал в... Ну, то есть, да, в эту сторону. Он сейчас плюсик отвез, обратно будет ехать, заберет вот эти. Хорошо. Давайте я кину сюда третий поезд. Видите, это станция перегружена. Это сейчас квадратиков позабирает. Хорошо. Звездочку опять же сюда вешаем. Потому что тут уже есть... Погодите, у нас какая-то станция мутировала. У нас сразу не было звездочки. Ладно. Короче, все сложные станции у нас... А знаете что? Может быть, давайте вот так вот сделаем? И вот так вот. Это сюда. Сейчас воскресенье, сейчас мне дадут поезд. Только я, наверное, сейчас буду уже брать простой, а не скоростной. Да, потому что два локомотива и вагон. И ставим этот сюда. Тоже с вагончиком. Потому что иначе у нас просто загнется голубая ветка. На красный два. На голубой два с вагонами. На фиолетовой три скоростных. Хорошо. Три скоростных без вагонов. Короче, вместо одного скоростного они мне предлагают два обычных. Сюда приятно видеть, когда на станцию залетают три локомотива. Просто расхватывают всех и выносят. Красные вроде пока справляются. Новая станция появилась прямо на ветке. Хорошо. Так, на фиолетовое скоро нужно будет что-то делать. Или им нужно будет увеличить капасити, или объем перевозимых пассажиров. Потому что они не справляются. Они не могут забрать столько, сколько нужно. Вот этот, смотрите, просто мимо прошел, выгрузил всех и поехал дальше. Так. Давайте вот так, наверное, и сделаем. У меня есть парочка станций, которые явно перегружены. Вот это уже начинает становиться перегруженной. Вот это начинает становиться перегруженной. Давайте я на красную запущу еще один. Потому что они явно не справляются. Блин. Да. И вагон, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Как-то что-то где-то более-менее развозят. Решили. Блин, нифига мы не решили. Вот это сюда. Вот это сюда. Забери вот тут людей. Спасибо. Что у нас с треугольными? С треугольными станциями вроде нормально все. Не нужно, чтобы вы скоростные разгребали. Стой! Вот здесь забери. Вот так. Вот он одного человека просто забрал там и все. Они приезжают по одному человеку, забирают. Это потому, что у нас на фиолетовой очень много уникальных станций. Все они находятся, хрен знает где, на островах и всякое такое. Давай мы вот это сюда подключим. И вот это сюда подключим. Нам нужно спасать те станции, которые задыхаются как-то. Попробуем. Охренеть! Он просто приехал, сгрузил туда квадратиком и все. Давай мы сюда подключим. Ага, на тебе. Квадратики только в эту сторону находятся. Давай сюда квадратика. Чтоб ты их сюда смог отвезти. Вот, давай, загружай полный этих квадратов. Ага, ага, ага. Все, молодец. Так, здесь мы... Избегаем одного туннеля. Супер. Проблема с квадратной станцией была. Вот так, хорошо. Она вроде как более-менее немножечко разрешилась. А сколько у меня их? Три? Или... Давай... Давай два обычных локомотива возьму. И... Блин, брать ли сейчас линию? И как в нее пустить? Давайте я возьму линию. Вот так вот сделаем. И... На красный у нас был перегруз, но вот удача лишний локомотив пустил. Да что ты говоришь, блин? Я сейчас свои два последних тоннеля потрачу вот на вот это. Офигенно. Блин, сложно. Мне нужны вагоны. На скоростные поезда мне нужны вагоны. Это сейчас моя большая ошибка, что я этого не делаю. У меня есть лишние где-то вагоны, которые катаются, которые не задействованы? По-моему, нету. Этот полностью квадратный экспресс, смотрите, забит просто с экспеком, кубиками. Хорошо, у меня теперь два скоростных с вагонами. Дайте еще вагон, пожалуйста. Вот он экспрессом пошел на треугольнике. Практически весь забитый треугольниками. Так. Два локомотива и вагон, пожалуйста. И вагон на вот этого дружинка, дурголька. Так, три скоростных с вагонами. Супер. Блин, скорее там сейчас коллапс будет. Нафиг заберите оттуда людей. Ну еще одного! Одного! Один человек! Вы что делаете? Один человек! Один! Один! Один треугольник! Нет! 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 1600 человек перевез. На самом деле неплохо. Дайте в менюшку. Вот сейчас обидно. Очень хорошо все шло. Я провтыкал на одного человека всего лишь. Результат на самом деле хороший. Но я вижу, почему они могли быть лучше. Поехали тогда в обычный режим. Что у нас там было? Вон, мы в Чикаго не ходили. В Токио у нас 1600 человек тоже перевезено. Кстати, неплохо было. Поехали в Чикаго. Вон, Берлин у нас открыт. Подождите, а Берлин? А, Берлин мы уже, наверное, проходили в этих, в Деликах. Он у нас... Да, Берлин, хоть тут мы еще не играли, на нем точечка стоит. Но видно, что мы уже в нем играли в Деликах. Хорошо, Чикаго для нас абсолютно новенький. Поехали, поиграем. Знаю, насколько отвратительная система передвижения в Америке. Люди на квадратик будут добираться с двумя пересадками. Триндец. А, ну, ладно. Знаешь, что? Давай вот так вот сделаем. Тогда с квадратиком будет проще. Хорошо, вроде пока нормально. Тут мосты, кстати, тут не тоннели, поэтому, да. Ну, ладно тебе. Ну, давай вот так. Я могу сейчас потратить свой последний мост, конечно. Будет сейчас всех квадратов сюда свозить, и их будет запирать уже тогда оранжевой по пути в ту сторону. Короче, надо смотреть, чтобы у нас была квадратная станция где-то на левом берегу. Ну, иначе нам трындец. Мы туда не сможем всех людей свозить, у меня мостов не хватит. Ладно, будем посмотреть. Треугольник. Так, давайте скорее мне нужен локомотив. Тут здесь есть никаких скоростных локомотивов не будет, про это можно забыть. Это все-таки Чикаго. Какие нафиг скоростные локомотивы? Так, желтый можно продлить сюда. Мне не выгодно, чтобы ты так ходил, дружище. Ну, давай вот так вот ты будешь ходить. Красный идет опять туда, на правый берег. Кругляшки, кругляшки, кругляшков много. А все же квадратики только на оранжевую справа идут, и все. Теоретически можно еще от красной или от желтой один мост провести туда, но, во-первых, это будет последний мост, во-вторых, я пока не вижу в этом нужды пока что. Главное не провтыкать в тот момент, когда нужда будет, а я с этим ничего не сделаю. Так, красный становится великоватой, с множеством квадратиков, которых всех нужно сажать. На, держи. Значит, на обратном пути будет собирать квадраты вот эти вот. Еще одна квадратная станция. Только на этот раз опять на правом берегу, на красную линию. Давайте, хорошо. Одна на красную, одна на оранжевую. Получается, желтая линия у нас без квадратов. Она будет делать нам пересадочные. И, черт побери, это неприятно, но ничего не поделаешь. Вот, видите, теперь он собрал их в ту сторону и повез. Супер. Меня это вполне устраивает. Оранжевую, если что, мы потом сможем завернуть наверх, наверное, слева. Ну, желтые, красные пошли вниз, оранжевую можно будет завернуть наверх. Так, локомотив, пожалуйста. И... Я возьму линию, наверное. Мне мостов не дают, это печально. Давайте вот так. А, собственно, да. У нас вот верхний правый угол, вполне возможно, скоро будет перегружен. Мне нужно будет или мост, чтобы загрузить его, или какие-то другие инструменты, так скажем, для этого. Ну, то, что здесь сверху появилось квадратное, это прям очень сильно разгружает. Желтая у нас единственная, которая до сих пор не подсоединена квадратной. Посмотрим, как это все будет происходить. Там копятся люди очень быстро. Так, ладно. И на желтую скоро нужно будет новый локомотив, потому что один он, наверное, уже скоро перестанет справляться с этим всем. И на красную тоже нужен новый локомотив, потому что они копятся там слишком быстро сверху. И это слишком ответственный участок. Блин, там станция изменилась на уникальную. Я так сказал, что там ответственный участок, там гиперответственный участок, сорян. С другой стороны красная у нас пересекает со всеми остальными линиями, то есть ее могут подвозить людей туда достаточно актуально. Посмотрим сейчас. Вагончик там сейчас неплохо справляется. Треугольников сейчас всех выпинают там. Хорошо. И пока нормально. Смотрите, смотрите, смотрите. Это треугольники. Треугольники захватили зеленую линию. Так, локомотив, пожалуйста. И вагон, пожалуйста. Сейчас посмотрим, куда это все. А, красный заберет треугольников. Давайте тогда вот так вот сделаем. А желтому дадим вагончик. В принципе, в принципе, пока что неплохо. Мы даже можем себе позволить еще немножечко нагрузить красную ветку, раз мы накинули туда лишних сил. Хорошо. Мне нужны мосты. Мне их уже сколько? Третью, четвертую неделю не дают. Мне нужно хотя бы два моста. Вы что делаете? Оранжевую. Давайте на оранжевую накинем. Потому что на зеленую я боюсь его перегружать. Там всего лишь один локомотив. Там ветка достаточно длинная. Она идет через мост. И мне кажется, что там будет не очень приятно. Оранжевых хотя бы двое. Да, вы долбанулись. Давай оранжевую тоже сюда. Выходит тогда, что зеленая ветка у нас сейчас самое слабое звено относительно. Хотя все ее станции, кроме конечной, дублируются. Это не дает ситуации коллапснуться. На левой стороне упорно не появляются квадратные станции. Блин, я не знаю. Игра специально так сделана. Типа что? Мучайся! Так, суббота уже. Хорошо. Хорошо. Скоро воскресенье. Скоро мы получим то, что мы так жаждем. Нам, может, в этот раз точно дадут мост, да? Да? Надеюсь. Подходим к четырем сотням пассажиров. Блин. Они уже начинают появляться в таких количествах, что некомфортно. Локомотив. Конечно же мне дадут мост. Ага, и по мосту дадут, и догонят, и еще раз дадут. Да. Да просто трындец. Давай на вторую красную, вот эти вот. Тут насыщенность станции справа сверху просто огромнейшая. Она зашкаливает. Я никак не могу их ни продублировать, ни замкнуть, ничего с ними сделать, блин, не могу. Уже среда. Дайте мост, твари! А зачем ты квадратиков набрал, если их сгружать только на том берегу? Серьезно, у него пол... А, ты их на оранжевый передаешь. В принципе, логично. Пентра. Этот понабирал квадратиков, уехал, этот понабирал квадратиков. Ну, в общем-то, да. Вот сейчас он проехал просто транзитом, потому что у него не было места. Еще и ты квадратика сюда привез, да, красавчик просто? Блин, ребят, у нас квадратный коллапс. Надо, чтобы квадраты развозили с этой станции тоже. Офигеть! Оранжевая вообще сейчас развалится нафиг. Какая? Какая нахреновальная вы о чем? Не туда. Стой, у тебя вагон! Какого черта ты делаешь? Ты их мог забрать оттуда? Надо сюда ставить третий поезд. Чтобы они активнее квадраты перетаскивали. Просто сразу наконечный идет. Оттуда сейчас будет людей загребать. Блин, все выглядит прям вот не очень. Треугольничек сюда. Сюда транзитом? Давай не транзитом, давай. Забери оттуда сейчас людей, пожалуйста. Так. Так. Эй. Я случайно на паузу тыкнул. Что нам делать с вон... Я могу через... Ну, блин, ну чуть-чуть подогните здесь. Я бы такой... Сейчас кольцо бы туда накину, было бы классно. Хорошо, давайте нафиг зеленого туда. Локомотив. Да, вагон... Конечно же мне никто не будет мосты давать. Ну, зачем же людям мосты давать, правильно? Плюсовая станция. Давайте хоть как-то желтый разгребать. Оранжевая, по-моему, уже тоже загнулась. Я успею? Мне, пожалуйста, тысячу людей довезти. Ну, блин, надо. Вот эти вот овальные, они прям все портят. Зырьте. Их очень много. Их придется забирать на обратном пути. Красную отсюда убери. Чтоб красный сейчас поехал и забрал овальных. Разгрузил мне вот эту фигню. Ну, вот эту я уже не успею. Вот ту станцию мне разгрузили, а вот эту я уже не успею. И на оранжевой тоже трындец. У меня уже коллапс. Раз, два, три, четыре. Четыре станции. Ну, тысячу мы сделали. Дальше прошли. Печально, конечно, но... Мне так настойчиво предлагали переход, переход, переход. Но один переход, даже два перехода меня бы сейчас не спасли. Вот это лопнуло. Хорошо. Думаю, тогда на этом будем заканчивать. Я, по крайней мере, доволен, что мы хорошо поиграли в азиатской части. И Чикагская у нас за тысячу перевалила. Значит, мы прошли дальше. То есть, если мы сейчас пойдем в менюшку, посмотрим, что открылось. Да, Будапешт открылся. Берлин, Мельбурн. В Мельбурне мы ни разу не были, в Будапеште тоже ни разу. В Берлин можно будет пройти. Хотя, может быть, и не будем его проходить. Раз мы там уже были, там, Гонконг, Барселона, Осака, Стокгольм опять же есть. Так что, у нас есть еще что поиграть. Блин, я не хотел на него нажимать, извините. В общем, запомните, что Будапешт и Мельбурн это новое. Я просто случайно на них кликнул. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok